МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Установилась была хорошая теплая погода, то есть у вас прибавилось завод. По сравнению с зимой, насколько возрастает нагрузка на вашу структуру, на ваше подразделение в это теплое время года? Для населения, конечно, весна, лето – это самое прекрасное время года. Но для нас, для пожарных, для спасателей – это практически особый период. В целом, по пожарной обстановке на сегодняшний день ситуация стабильная. Можно сказать, такая контролируемая, потому что есть снижение пожаров по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году было 307 пожаров, то сегодня у нас 283. Это в пределах 8% снижение. По гибели людей тоже картина пока, слава богу, она благоприятная. Потому что в прошлом году мы на этот период уже потеряли 32 человека, в этом году 19 всего. Это практически 47% снижения. Но, тем не менее, это не повод для успокоения и для того, чтобы сказать, что у нас все прекрасно. – 19 человек – это 19 человек. – Да, потому что каждая потерянная жизнь – это трагедия. Поэтому я уже сказал, вот это особый период. Потому что летний период – это май. С мая по сентябрь мы берем. Традиционный, ежегодный – это такой сложный период в области пожарной безопасности. Потому что количество пожаров в мае у нас последние 6 лет. Если в целом по итогам года количество пожаров у нас уменьшается, а вот май, ежегодно количество пожаров остается на самом высоком уровне. – То есть это особенный месяц в году. – Особенный месяц, самый горимый, мы считаем. Потому что если в среднем у нас происходит 75 пожаров в другом месте, а здесь у нас в пределах 100 пожаров. Поэтому вот и говорим, что этот период очень сложный, напряженный. И вся работа профилактически направлена, нацелена на то, чтобы в этот период больше встречаться с людьми, больше сходов граждан, больше говорить, предупреждать, просить и действительно сохранить и жизнь, и здоровье, и материальные ценности нашего населения. – Вениамин Иванович, ну вот сейчас сезон пикников уже открыт. За вот этот период как-то ситуация обострилась или пока все-таки остается подконтрольной? – Ну вот, как помните, буквально во вторник, 2 мая, когда глава республики Михаил Васильевич Игнатьев проводил наше планированное совещание, поднимали вопрос пожарной безопасности. И это прежде всего было связано с тем, что в последних числах апреля, это 29-30-го, майские праздники, как раз вот каникулярное это время, резко возросло количество возгораний по причине человеческого фактора. Практически каждый день 25-30 раз наши пожарные по республике выезжали на пал мусора. Горит просто мусор на открытой территории. Это еще чревато тем, что пожарные занимаются ликвидацией пала травы, горения мусора, а в это время где-то может случиться реально пожар, им надо туда подъехать, заправиться водой, уходит время, уходит безопасное время, это действительно чаровато. На сегодняшний день, вот за 4,5 месяца у нас уже 291 раз пожарные выезжали, вот на такие моменты, когда пал травы, пал мусора и все остальное. А за 6 дней вот этих наших праздничных, предпраздничных выезжали 130 раз. Из них 96 именно на горении мусора. 19 раз бесхозные строения. 10 раз это дачные кооперативы. И 5 раз это гаражные кооперативы. То есть отвлекаем не только самих пожарных, но это и опять у нас моторесурсы, бензин и все остальное. Поэтому вот хотелось бы обратиться ко всем, ко всем гражданам нашей Чувасской республики. К этим вопросам надо относиться очень серьезно. Те же самые вот майские праздники, перед майскими праздниками Сибирь, Дальний Восток, Иркутскую область имеется в виду, Бурятия. Там же тоже вот эти сгорели целые населенные пункты. Буквально за считанные минуты они остались без крова. По 45-56 домов там же тоже чисто рукотворные. Кто-то где-то мусор сжигал, кто-то где-то на территории предприятия палом травы занимались. И в итоге ветер и не смогли отстоять. Слава богу, там жертв не было. Но тем не менее МЧС России по сей день занимается тушением этих степных пожаров, лесных пожаров. В основной массе это все рукотворное. Ну, к сожалению, несмотря на все запреты, допустим, вот в тех же самых садооческих товариществах жгли старую траву и листву и будут жечь. То есть, может быть, хотя бы напомнить какие-то элементарные правила, чтобы не доводить до греха. Здесь, конечно, хотелось бы прежде всего обратиться и самим дачникам, и председателям кооперативов. Хотя мы в этом году уже в конце апреля дважды собирали председателей садооческих товарищей. С ними проговаривали, чтобы они у себя в каждом коллективе проводили эту работу. Потому что у нас уже был случай 17 апреля этого года, с удовольствием к товарищу Мичурнице, это вот в границе города Чебоксары. Обычный пал сухой травы перекидывается на сарай. Не смогли отстоять, пока пожарные приехали. Перекидывается на соседний участок. В итоге два участка остались без своих строений. Буквально первого числа Канарский район, напольные котяки. В дневное время у себя во дворе то же самое. Сжигают мусор, занимаются розжигами этого мусора. Не справляются, хотя вода есть, инструменты и все. Позвонили пожарным, пожарные вовремя приехали. Ликвидировали очаг. Но, слава богу, не перекинулись настроение. Поэтому здесь прежде всего надо учитывать, конечно, погодные условия. Это раз. Потому что, если даже где-то занимаемся ликвидацией этих моментов, то надо все же погодные условия учесть. Чтоб ветра не было. Чтоб поблизости не было сухостоя. Травы не было. Чтоб был инструмент, чтобы можно было закидать землей. Чтоб вода, емкости с водой были. Под рукой. Под рукой. Хотя, согласно постановлению Мартовского правительства Российской Федерации, уже категорически в форме запрещается мусор, сухая трава, чтобы мы сами занимались их ликвидацией. Тут надо просто-напросто уже, это относится к твердым бытовым отходам. Надо заключать договора, надо вывозить и утилизировать. Другого просто нет. Потому что, помним, два года назад Хакасия, когда у нас буквально вот тоже пал сухой травы, степной пожар. Более пяти тысяч остались же тогда без крова. Тридцать два человека погибли. Поэтому береженный Бог бережет. Поэтому тут надо, со всех сторон надо себя оберегать, оберегать соседей и оберегать природу. Вениамин Иванович, Ваша служба насколько готова к работе в таких внештатных условиях? Службы республиканские, как федеральный уровень, это главное управление МЧС России, и наши республиканские, в принципе, они готовы. Они готовы всегда. Обеспеченность полная, стопроцентная. Но в то же время провели все тренировки, именно по летнему периоду, на уровне МЧС России. Наши свои внутренние. Плюс сейчас Министерство природных ресурсов и экологии продолжают тренировки в своих подвесных учреждениях. Это имеется в виду лесничество, пожарно-тактические тренировки. В то же время постоянно на контроле находятся места для забора воды в каждом населенном пункте. Поэтому если у нас нет централизованного водоснабжения, то значит просто главы поселений обязаны, это прямая обязанность, обеспечить искусственные водоемы или они в емкостях, или они пруды. Но к этим прудам должны быть подъездные пути. Потому что пожарные приезжают, емкость 3,5-4,5 максимум. Самые мощные у нас сейчас это 8 тонн, 8 кубистских метров. Но это в считанные минуты уходит. А если когда большой пожар, тут нужно уже, на местах надо заниматься забором воды, они должны быть доступны. Поэтому есть населенные пункты, где есть сложности, они все на учете. Поэтому с главной администрацией районов, городов, этот вопрос как бы постоянно на контроле. Тем более практически каждые две недели на планерке у главы республики эти вопросы рассматриваются. Поэтому будем работать дальше. Добровольных помощников много у вас? Ну, особенно в сельской местности. Ну, добровольных помощников достаточно. Республиканское отделение ВДПО этим вопросом занимается с нашими муниципалитетами. Количество их более 5000 членов ВДПО. Практически 70% поселений имеют добровольные пожарные команды у себя. Они обеспечены инвентарем, техникой, оборудованием. Но, к сожалению, не все могут содержать эти добровольные пожарные команды за счет собственных средств. Поэтому мы идем навстречу, помогаем. Простой пример. Шумарлинский район, село Хадары. Здесь три года назад по идее, по предложению настоятеля храма Покрова Святой Погородицы, в этом селе отец Алексей предложил, предприниматель местный поддержал. Мы пошли навстречу. Им предоставили две пожарные машины, ЗИЛ и Урал. Создали они добровольную пожарную команду и работают сейчас, как бы дежурят в неурочное время. Рядом живут. В прошлом году в Шумарлинском районе было зарегистрировано 23 пожара, а они выезжали 26 раз. Они выезжают и в соседний Вурнарский район. Таких примеров достаточно, поэтому с ними мы работаем, будем помогать, потому что они стоят во благо и именно по защите населения Чувасской Республики. А вот насколько часто бывает, что они обходятся своими силами без вашего участия? Ну, их задача состоит в том, чтобы они подали первый ствол, хотя бы безопасное время продлить. Но зачастую бывает, если небольшой пожар, они полностью доходят до ликвидации, пока прибудут основные силы. Но главная задача – именно первый ствол. Вениамин Иванович, ну вот начинается буквально не за горами сезон купальный. Еще одна головная боль для спасателей, для республиканских властей, для властей муниципалитетов. Вот как у нас сейчас идет подготовка к купальному сезону? Ну, традиционно купальный сезон, он открывается в республике вот так, 1 июня, поэтому уже практически вот с конца апреля у глав администрации стоит задача максимально готовить, пусть даже не пляжи, потому что пляж – это понятие емкое, и требования к пляжу, ну, приличные. А места организованного купания. Здесь больших средств не надо, это надо обследовать спасателями дно, выставить ограждение в виде буйков и сигнальной ленты, небольшое количество песка и информационные щиты. Поэтому, допустим, Маргаурский район в прошлом году организовал таких во всех 16 поселениях. Есть районы, где достаточно листов, поэтому задача стоит в каждом поселении, чтобы места для организованного купания были, потому что в основной массе своей летом люди гибнут просто на прудах. Гибнут просто на прудах, потому что нет таких организованных мест, купаются бесконтрольно, особенно дети, взрослые в нетрезвом состоянии, и пошло-поехало. К сожалению, уже мы счет этот печальный в этом году открыли. Сегодня уже три человека, которые утонули по весне. К сожалению, из них один ребенок в Батриевском районе всего-то два годика. Это не во время купания, а во время просто игры, прогулки. То есть все-таки наличие мест для организованного купания не спасает детей, к сожалению? Здесь, конечно, все на совести взрослых, потому что детей без присмотра, те, которые не умеют купаться, оставлять в районе водоема абсолютно неуместно. Но в то же время, хотя школы работают в этом направлении, школьников обучают плаванию, обучают, как спасаться и как спасать, но это не говорит о том, что мы на 100% от этого избавимся и обеспечим безопасность. Тут надо, конечно, работа родителей, взрослых, чтобы одних бесконтрольно. Потому что все эти годы практически все несчастные случаи, когда не было рядом взрослых. Мы, кстати, говорили сейчас с вами о добровольных пожарных дружинах. А вот среди спасателей есть такие же, которые, допустим, в муниципалитетах за собственный счет или, может быть, какие-то добровольцы берут на себя такую обязанность. Вы бы, например, их обучали, а они бы уже работали у себя. Потому что понятно, что на всю республику ваших профессиональных спасателей недостаточно. Да, профессиональные спасатели, они же в основном стоят у нас на Волге и на Суре. А есть общественная организация, она тоже всероссийская у нас, Восвод называется. У них есть свои добровольцы, но количество, к сожалению, очень малое. Они у нас в Ядренском, Маргаушском районе активно работают, в Парецком районе. Поэтому задача и стоит, как можно больше привлекать именно добровольцев, чтобы они, во-первых, чтобы они могли обучать именно методом спасения на водах в школе, используя бассейны и все остальное. Потому что если ребенок знает азы, правила, то он уже, в принципе, готов. Поэтому здесь еще... Нет, только здесь еще большинству взрослых это не очень хорошо известно. Поэтому здесь действительно у нас предстоит еще большая работа. Мы еще в этом плане не дорабатываем. А сколько у нас таких вот оборудованных мест для купания, пляжей? Пляжи в прошлом году, если память не изменяет, у нас было именно самих пляжей 14. И чуть более 30 это были места для купания. Но организованные места для купания, их должно быть в пределах 100. Вот тогда мы можем сказать, действительно, да, не меньше. Наша совесть чиста, мы свою задачу как бы выполнили. Поэтому вот к этому надо стремиться. О чем нужно помнить, уезжая за город, уезжая на дачу, уезжая там на природу? Ну, хотелось бы именно вот на эти праздничные дни напомнить всем, что постановлением Кабинета Министра Чувасской Республики у нас с 7 мая вводится особый противопожарный режим. Это говорит о том, что в особых этих условиях посещение лесов просто так запрещается. Только при особых случаях, когда производятся работы. Это имеется в виду, когда уже 4-й, 5-й класс опасности, когда погодные условия и все остальное. Но категорически запрещается разжигать костры, пал сухой травы, не только поля, не только леса, но и дачные свои участки и все остальное. Потому что здесь прежде всего должна сыграть, конечно, сознание человеческое, но здесь уже и ответственность наступает административная. На граждан до 5 тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц штрафные санкции до миллиона. Это, конечно, штрафные санкции, но прежде всего здесь должна сыграть ответственность и совесть. Потому что наша безопасность, если так сказать, в наших руках. Потому что на каждом углу, на каждом пруду, в каждом лесу спасателя пожарного не выставишь или полицейского. Поэтому хотелось бы всем пожелать, чтобы, находясь на природе, находясь у себя на даче, знали и помнили меры, прежде всего, безопасности. Спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель Государственного комитета Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Спасибо вам большое и искренне желаю вам и вашим коллегам поменьше работы в этом сезоне. Всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok